о том как петрович реставрирует антиквариат снимали ролик а я воспользовался случаем и снял как снимают у меня подключение не нужно надо будет снимать в руках вот она по памятная во-первых здесь во-первых вот тут оно все геометрия нарушена здесь нарушена некрасиво вот девочки что живут любит чтоб все ровненько помените его немножко боком боком приветствую друзья буду снимать как снимают не пожалуйста качестве мочи данных чтобы было понятно стоит ли вообще проводить прямые эфиры сегодня мы деставрируем вот такое кольцо для салфеток это полностью дальше а вот у него дефект его смели потыкачи такие жестко помяли и она ему дефекты по плоскостям ну учитывая неровности так и так его волшебник айболит петрович будет его восстанавливать ну хорошо что ты заранее принес для свой вот и случайно нашелся от советского карусельного станка ролик хотя этих роликов действует побольше и теперь как это уже договорился легким постут постукивать восьми килограмм ой кувалдочки потихонечку так вот и теперь легким постукивание 8 килограмм ой кувалдочки потихонечку и теперь именно звук как мы стучим надо вот как раз то самое место которое мы вот показывали что ну вот сейчас и еще раз вот здесь вот видишь вот это вот место вот ты вот так уже ты его не увидишь хотя вот здесь вот видишь светлый свет я вижу это то что было вершиной вот этой вмятинки и потихонечку теперь вот это вот так вот главное не переборщить ага теперь именно постучите вот просто а будем молчать пока сейчас пока я именно звук как вы стучите звук записать именно интершон а давай давай ну опять это нужно внутреннюю часть и его видишь когда вращаешь блик ходит или пальчиком проверить ровненько и ровненько вот тут чуть 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 ниже песня вот так теперь так же можете именно нужен еще интершон то есть чтобы мы молчали периодически вот именно записывали звуки какой-то работы нашей теперь вот будем обод ровнять ага комментируй пожалуйста сейчас секундочку я сначала запишу как мы стучим звук стука а потом уже ваши слова сначала сейчас секунду настроить а теперь можно рассказать что мы делаем и вот эти все явные вы выгибы вот видно это острый угол да вот мы его рассчитываем как говорится обратным ходом конечно вот когда много помятостей это очень плохо тут же постепенно вот ты снимала видишь уже вот вот сейчас уже ровнее уже ровнее хотя вот вот тут есть маленький так ага с этой стороны ну тут вот заломы видишь какие сильные заломы все и вот техника сейчас пошла то обычно всякие софиты кинокамеры телекамеры а сейчас вот на телефон смотрите вот как можно снять вот на телефон как можно снять смотрите видите да я знаю все все детали ну да вообще крупный план ага классно ну только потом еще кнопки нажимать там собирает да сама сама собираешь да а это знаешь у меня есть девочка по образованию она ветеринар и работает ветеринар ага ну как ей нравится вот это тоже приходит а сейчас мы а мальчиков нету ага сейчас сюда поставить так постучите только именно мне нужен звук молотка а 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 Теперь момент какого плана У нас, видишь, вот тут вот эти неровности идут Это мы сделаем Немножко по-другому Да, здесь просто можно снять кино, я думаю, будет классно, правда, очень атмосферно Глаза разбегаются у нее от предметов Петровича Глаза, повернись Девчатам очень нравится здесь Классно На самом видном месте лежала Ты представляешь А что это у нас? Это спица Для чего она? Вот видишь, вот тут кривая Сейчас мы будем А-образным ходом Сейчас, скажем, мы в тишине это запишем Сейчас Мне нужно именно звук вот так вставить Да-да-да Сейчас молчим, именно делаем А-а-а Смотри Вообще Тихо Только это Теперь можно что-нибудь рассказать Можно разговаривать Можно разговаривать уже, да? Да, можно Классно Вот Просто, что мы Получается, мы выравниваем, да? Вот это вот Да-да Ну, оно Вещь, оно было ударено или сплюснуто Во все стороны были Да-да-да Вот Сейчас уже А вообще, что это за вещь? Вот поподробнее Расскажите про нее Кто-то Вот эта вещь, что это за вещь? Вы делаете и рассказываете про нее? Это Для пижонская, значит Сюда салфетки вкладываются И стоят на столе Правильно А какого она примерно года, века? Климо смотрел Да До 910 года Да Промежуток 1900 и 1910 То есть, ну, можете рассказать немножко про эту вещь? Ну, это Франция И довольно известная фирма Изготавливавшая Различные Серебряные изделия Там Голова Минерва Это Климо Французское Вот, кстати, даже вот смотри Вот Видишь, вот молоточек Вроде вот Вот рабочий инструмент Вот рабочий инструмент А вот круглая палочка Вот если мне нужно здесь где-то подровнять Я Так Теперь мне Теперь Хорошо записала этот лайв Теперь вы вот так вот Стукайте тут Но молчим Вообще не звука не издаем Именно звук Как мы работаем Ага, супер класс Мы занимаемся реставрацией Ну да Мы это Для нас хобби Мы сами себе делаем Просто скажу, что вот Такого В очередь не надо становиться Есть хобби, мы скажем И нужно сказать Что вот реставрация Реставрация такой вещи Она стоит в два раза дороже Чем сама вещь Да Да Потому что Потому что Значит В советское время Можно сказать Со второго класса Все Дети Занимались Каким-то Хобби Ну как хобби Нет Кружки умелые руки Творчество Девочки Вышивание Приготовление Творчество Судомодельные Авиамодельные На счет Что хочешь Было Ну почему Вот вам сейчас Сколько лет? А сколько Ты? Мне 29 Вообще В душе Это как я говорю Правильно Мне 29 Тысяч дней Почему вы занимаетесь этим? Почему для вас это важно? Что вам это дает? Ну Это ж Ну как интересно 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 Как вот например Чего люди пьют? И остановиться не может Если честно Если честно Вот когда В свое время Еще была жива Наталья Алексеевна Царство Небесное Это хранительница Золотой кладовой Я Приезжаешь туда На Семинары Там Умные вещи Там Делиться впечатлениями Там Технологиями Ну Две недели Руки Ничем не заняты Это Ужас Выходишь на улицу И так Хотя Парапет Начать Подшурки Кипят Пособирать Это Или То есть Вам важно Заниматься Каким-то делом? Конечно 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 И это с детства А вообще Вот кем вы работали Все время? Я архитектор Я архитектор Я архитектор Довольно такие Известные Как Вот Мало того Открыли Открыли Кафедру архитектуры Извините С девяносто восьмого года Это уже сколько Двадцать шесть лет Петрович Основатель Кафедры Основатель Кафедры Кубанск Просто дедушка И У него один глаз Он одним глазом Это все Ну да Когда-то Когда-то Ну как Можно написать Скажем Наши студенты Которых Вот Водили За нос Обучали Сейчас Извини Санек Там Старшие Преподаватели По Урбанистике По Да Ну Все Продолжается И Понимаешь Конечно А что оно тебе дает Нельзя мерять Деньгами Нельзя мерять Деньгами Хобби Тебе что Приносят Деньги Только Траты Реально Траты Нету Про Антиквариат Это Это Очень сложно Перевести В бизнес Ну да Да И Реставрацию С одним предметом Можно возиться Несколько лет Сейчас Подождите Вот так вот Еще раз наденьте Мне нужен звук Как вы сделали Сейчас пока молчим Стоп Голос Снимаем Индершон Снимаем 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 Но дело в том Что тут же философская Вещь какая Что Кто-то сделал А кто-то поломал А кто-то взял И Восстановил Конечно Были У меня Такие Момент Один Антиквар Царство ему Небесное Умер Из Пашковки Привез Мне Сахарницу Значит Немецкие Сахарницы Из тонкого Тонкого Серебра И она была Вот так вот Скрученная И он Лера Посмотри Может что-нибудь Там такое Ну Чай Налили Сидим Разговариваем А я Извини Знаешь Хочешь я тебя за руку возьму Вот так вот Знаешь Ай Ну да И вот этими пальцами Знаешь Начинаю Пальцами Ему Привезли Мятую Сахарницу Вот он Пока сидели И пили чай Под скатерть И засуну И я Мне ж смотреть не надо Вот Я ж ее Слышу А вот 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 Видишь Чуть И потом Посидели Я ее достаю На Волшебство За него Ну да Ну почему Ну а знать куда придавить С какой силой До какого уровня Конечно Я учусь этому уже несколько лет Вот просто хожу и смотрю как он это делает Чтобы понимать А как по другому Вот Другое дело Ты знаешь что мне Наш общий знакомый Вот Представляешь Ну вырежешь потом Ладно Он Он Ой я бы хотел Он хотел бы там Или куда Ну Я говорю Так господи Приходи Ой А ты что В командировке Да нет Я вообще В другом городе И вот Когда он Приехал сюда Начал задавать вопросы Хочу научиться Я смотрю Сколько тебе лет 40 Я говорю Ты Опоздал ровно 35 лет Да Вот эти вот Ремесло Оно нужно С детских лет Не знаю Наше детство Было такое Ты что Дядька Велосипед Делает Это ж интересно Как Часы Как Это Когда Ты ж Ты ж купить Невозможно Вот по Кирову Когда трамваи ходили Да тут Рельсы Ты что Интересно Нашел Костыль Костыль Нашел Костыль Знаешь А потом Это ж пилили Ты К молоток Чем же Сделай А Прочитал себе Это Было Сколько мне тогда Восемь лет И Я говорю Что это я был такой Это все были Нет Это гвоздь Такой огромный Которыми Крепили трамвайные рельсы Про такой Костыль Говорит Из него Сделал Молоток Из этого Костыля Первый А кстати Тут Очень много инструментов Которые Они С самого детства Ну вот Расскажите Вот там Скажите Здесь много инструментов С самого детства Покажите какие Самый старый Какой у тебя Вот так скажите Здесь много инструментов С самого детства Еще раз покажу Есть Так Извини Это самодельный инструмент Когда Эти Это нашел На улице Кирова Костыль Он был длиннее конечно Вот это ж на уроках Труда Нужно было Просверлить дырочки Потом Отпилить Потом Единственное Что не хватило В те времена Знаний Он не кален Нужно было Закалить его Да сколько Вам лет было Когда вы это сделали Это было Мне Восемь лет Ну я не говорю Что это я Такой Все были Такие Все пацаны Все послевоенные Были вот такие Слушай Но в мое время Я посетил Все кружки Дворца пионеров Которые только возможно Начиная Там от самого Вот это Где начинаешь Строгать рубанком И заканчивая Ракетомодельным Ну да да На порохе ракеты Это было доступно То есть ты начинаешь Там год походил Или полгода В один кружок В другой Ну что наша деталь Так Вернемся К нашему колечку Отвлеклись Да Ну теперь уже тонкости пошли Что там осталось Петрович Ну слушай Вот это Вот эти Сейчас будем Выравнивать Вот эти На Желобки Да Валера Да Это я Срочного Ну Ну Кстати Звоню Так Погодите Сейчас Хорошо Вот еще раз Звук Надо записать Вот эти Молоточки Маленьким Поделайте Вот так Положите Спицу В тишине Мы должны Записать Так Поехали Вот так он Маленьким Темпер Та 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, опять-таки, ну, как говорится, лучшее враг хорошего, да? Можно еще. И чем больше ты будешь телодвижения делать, тем оно ровнее получится. Вот тут, правда, нужно еще свежий взгляд. Да, ну, давай посмотрим. Ну, так, дядька, там есть чуть-чуть перебор. Сейчас, подожди, Геря. Вот если... Ничего себе, Петрович. Блин, конечно. Вот, вот эта вот часть, вот палец где? Вот, вот этот палец. Вот этот? Вот она. Где-то здесь. Вот здесь? Прям вот здесь, вот где-то. А-а-а. Ну, это... Видишь, бугор прям такой. Да. Тут ты знаешь свой помощник? Там бугор именно, его надо вот сплещить надо. Сейчас мы его... Да-да-да. Вот еще это. Теперь мы это тихо молчим, и я запишу, как мы стукаем. Кулибин, видишь, он изобретал все время что-то новое. Ну, хотя, да, Петрович, ты же изобретатель. Ну, да. Ну, не просто Кулибин. Кулибин он изобретал, а Петрович еще и восстанавливает старые вещи, которые... Ну, просто они пришли не то, что в негодность. Не знаю, что с ними делать вообще. Приходится додумывать. И доделывает какие-то вещи, как... Да, реально, да. Покруче Кулибина, я бы сказал. Ну, нет, дело в том, что, понимаешь, вот чем мне противна современная техника, особенно хваленая западная, понимаешь, там настолько вот это наворочено, накручено, и кажется, ух ты, ребята, чем проще инструмент, тем он надежнее. Но, с современной точки зрения, это неправильно. Я должен сделать так, чтобы оно проработало энное количество часов, а потом ты новое купил. А раньше? А раньше денег сделал и... Ножницы, посмотри, какие они до сих пор пользуются. Они кованые. До 1914 года можно увидеть, насколько отличалось производство изделий из-за того, что произошло после 1914 года. Идет, почему бы. Вот, сто лет назад. То есть все изделия были более добротные и качественные. После Первой мировой войны все изделия стали гораздо хуже. Простейший инструмент. Если когда ты его будешь... Это калибровка. Калибровка. Что такое калибровка, Николай Петрович? Что такое? Ну-ка, дорезать нужно. Мы находимся в Макирове, да? Сейчас я хочу себе кое-что... Ну, не себе, в смысле, а коллегам записать. Я тогда выйду, но уже все сделаю. Все, ничего не надо? Не-не, я выйду, я запишу, какое это... Здесь мы снимаем, подожди, с кольцом мы все засняли уже? Ну... Все? Уже итог? Вот оно готово. Подождите. Не, ну, дело в том, что... Вот так вот, где-то снижи. Можно еще сидеть... Сейчас, подожди. Можно еще сидеть... И еще где-то там микрон, где-то там микрон. Слушай, ну, идеалка... А, ты хочешь ту вмятину найти, которая была вот эта крупная? Я плюс края смотрю, что с ними стало, они идеально ровные. Измятина нету этой. Давайте вот вы тогда... А, вот, подожди. Нет. Видишь, подскажешь. Нет, нет, не вижу. Можете вы тогда вот его просто вот так, как вот сейчас делать, и вы так рука все тоже поделите? Что вы делаете? Что нужно делать? Давайте вы чистите, давайте тоже это снимем, как вы чистите. Кому? Кому что? Да это я тут остатки икры. Тихо, дашь. А, не, надо это. Я подумала, у нас остатки серебра собирают. Ну, ладно. Или что ты хочешь? А что ты хочешь? Короче, вот так вы ее снимите, ну, и типа вот она готова. Вертикально покрути, да? А, вот она. Или вот. Ну, вот она готова. Конечно, если выключить микрометр, вполне возможно, что где-то какие-то доли, где-то... Но, по сравнению с тем, что было... Это вот где-то я что-то тут увидел. Вот, ну, тоже что-то мелькнуло какая-то вмятинка. Вот тут, вот. Вот тут. Уже можно это с ума сойти. Вмятинки вот такие? Да. Это, знаешь, еще предмет весь изогнута. Когда на лбу...